Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии работает Сергей Уланов и Иша Киреева. И в начале выпуска коротко о главном. На внеочередной сессии областного маслехата утвердили нового руководителя местной полицейской службы. Пешеходный мост в районе железнодорожного вокзала из-за наледи несет угрозу жизни людям. В Каратубинском районе из снежного плена были вызволены 6 сельчан. Долгожданное голубое топливо в дачном обществе «Речник» появится не раньше середины января. На создание СЭС в Казахстане было потрачено 250 миллиардов тенге. Об этом стало известно на брифинге в Астане. Но общество все еще ждет качественного, а не количественного развития зон. А бизнес рассчитывает, что их деятельность станет более эффективной. Многие жалуются, что процесс регистрации компании в СЭС сильно забюрократизирован. Критерии отбора непрозрачны, а само попадание туда не гарантирует каких-то преимуществ. Стабильно не заполняются действующими компаниями и якорными инвесторами. Не создают единых цепочек поставок и добавленной стоимости и остаются катастрофически далекими от государственных заказов. 51 активный налогоплательщик. Но руководители СЭС почему-то считают за прибыль расходы предпринимателей, которые вложили деньги на переезд и покупку оборудования. Основные затраты на развитие специальных экономических зон, естественно, составляют строительство инфраструктуры. Всех 10 СЭС на сегодняшний день свыше 250 миллиардов тенге государство вложило в развитие инфраструктуры 10 специальных экономических зон. Как я уже говорил, часть из них уже достроена, часть еще строится. Если говорить о возврате, то, естественно, приток инвестиций намного больше. Приток стоимость проектов, уже реализованных, я не беру в учет те, которые еще реализуются, уже сейчас 2,3 триллиона на тенге стоимость проектов, которые на них реализуются. Примечательно, что льгота по корпоративному подоходному налогу применена лишь 5 участниками из 150 зарегистрированных в СЭС парк инновационных технологий. Одна из которых была получена с боем через суд. Льготы есть, но на деле процесс становится настолько тяжелым, что участникам СЭС легче скрыть обороты, чем доказывать свое право на льготы. Поразительно, но в стимулировании деятельности участников СЭС ни одним документом не предусмотрены ни долгосрочные госзаказы на производство импортозамещающей продукции, ни программы коммерциализации технологий, ни создание кластерных производств, ни даже принцип управления одного окна. Но руководители СЭС говорят, что инвесторов стало меньше из-за кризиса и девальвации. Естественно, это все сказывается на привлечении инвестиций не только в Казахстане. Во всем мире активность инвестиций падает, рынки капиталов сокращаются, и Казахстан тоже не исключение. Сокращение наблюдается, и тенденция к понижению привлечения инвестиций, как и во всем мире, у нас тоже наблюдается. Особенно девальвационные риски, девальвационные ожидания инвесторов, они, я думаю, надеюсь, в прошлом году уже все состоялись, и в этом году наиболее прогнозируемая может быть ситуация. Но, в частности, вот по специальным экономическим зонам часть проектов будет подвергаться удорожанию, инвесторы это понимают. Прямых иностранных инвесторов Казнекс удавалось привлекать в обрабатывающий сектор только под масштабный заказ с госгарантиями. Почему же иностранным инвесторам такие заказы доступны, а отечественным нет? Так, Сезон Тсток жалуется на вывоз всего сырья из Казахстана за рубеж и вынужденный импорт хлопковой продукции для своего производства. Сезпарк инновационных технологий оторван от госзаказов на разработку технологий, а зона Сарарка не может обеспечить металлопрокатом своих же участников-переработчиков, опять же из-за сырьевого экспорта отраслевыми монополистами. Баужан Шайхмед, Ганизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В областном Маслихате прошла внеочередная сессия. На первой в этом году сессии депутатам предложили одобрить кандидатуру нового руководителя местной полицейской службы. Все подробности в сюжете. На первую сессию 2016 года все прибыли в приподнятом настроении. На должность руководителя местной полицейской службы предложили кандидатуру Монарбека Габдулина, который возглавлял УВД города Уральска. Как отметил начальник ДВД Западной Казахстанской области Мохаммед Абисатов, за последние два года раскрываемость преступлений возросла. И в этом немалая заслуга Габдулина. Я хочу пару слов сказать по кандидатуре Габдулина Монарбека Серикалевича. Он сам парень местный. Значит, 20 лет служит в органу Триндел. Из них 14 лет в административной полиции, в тех подразделениях, которые входят в образуемую местную полицию. 6 лет возглавлял управление административной полиции области. Значит, последние два года УВД города Уральска. Значит, мы все знаем, что УВД города Уральска – это две трети всей преступности области. Значит, как сработает УВД города, так будет выглядеть и вся область. Благодаря работе Габдулина, возглавляемым коллективом, его организационским качеством, мы сегодня находимся на таких позициях. Депутаты единогласно проголосовали за назначение Монарбека Габдулина. После выступил Аким области Нурлан Ногаев. Спасибо за поддержку, внесенную к кандидатуре господина Габдулина Монарбека Серикалевича. Из его биографии видно, что он компетентен в своих делах, имеет достаточный жизненный опыт, профессиональный опыт. И задачи, возлагаемые на него в рактах реализации поручения президента о введении и реализации поручения по местной полиции, я считаю, надеюсь, что он выполнит в полном объеме. Своими эмоциями поделился и новый руководитель местной полицейской службы. Местная полицейская служба является структурным подразделением территориальных органов внутренних дел, к компетенции которой относятся вопросы профилактики правонарушений, обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения, а также предупреждение и пресечение административных и уголовных правонарушений. Кто теперь займет место начальника городского управления внутренних дел, станет известно в ближайшее время. Рустам Машарипов, Мохаммед Консултанов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Более ста семей из дачного общества «Речник» замерзают без тепла. Людям обещали подвезти газ еще к осени 2015 года. На дворе уже новый 2016 год, а подрядчики свою работу еще не доделали. Когда же дачный поселок будет с газом, узнавали наши корреспонденты. Круглый год дачному обществу «Речник», расположенному в районе мясокомбината, проживает 104 семьи. Люди отапливали свои дома углем и дровами, пока им не предложили провести газ. 79 семей дали добро на подведение. Люди должны были заплатить около 300 тысяч тенге. Подрядные работы вело ТО «СВС Батыс». Но до сих пор газа люди так и не получили, хотя многие семьи избавились от своих печек. Газа нету. Сказали включать. Не включили еще. Обещали. Октябрь. Долгора октября. 12 октября. Еще обещают. До этого года обещали подключиться. То у них пробои где-то были, не сделали. То есть ждут рабочих. Ничего не скажем. Сейчас как сидите? Холодно? Печь копим. Сколько человек? Трое нас. Как отметили в подрядной организации, свою часть работы они выполнили. Документы сданы в АОК «Трансгаз Аймак», который будет заниматься подключением. По предварительным данным, газ в дачном обществе должен появиться к 15 января. Проектная стоимость самого объекта, СТ Речник, сумма вышла в районе 22 миллионов. Это там скопить 22 миллиона 300 тысяч. Получается, мы в основном вложили свои деньги. Эти 14 домов и оплата, которые частями, процент соотношения значения не имеет. Мы даже людям говорили, кто подогу у нас поэтапно уже, кто-то там 20-50 тысяч принес. Мы говорили, оплачивайте, оплачивайте. Идет осень, идет зима, оплачивайте. Никакого швили. Получилось, у нас сступили холода, они уже побежали. Это уже не первый подобный случай в областном центре, когда газовики срывают сроки работ. Но и люди должны понять, что нужно выполнять свои договорные обязательства. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. На реке Урал автомобиль УАЗ провалился под лед. ЧП произошло в Акжаикском районе возле населенного пункта Аксуат. Автомобиль пытался переехать на другой берег через реку Урал, но в итоге провалился под лед. Водитель, к счастью, успел выскочить из тонущего автомобиля. На помощь к спасателям, чтобы извлечь машину, прибыл трактор. Однако и он также провалился под лед. Организовав эту работу с местными жителями, местные исполнительные органы помогали нам, выделив нам людскую силу, в которой помогали ребята со своими инструментами, печнями, лопатами, ломами, отколоть лед, проделать нам путь вот этот, пропилку деревьев, которые мешали нам организовали. И с таким методом извлекли провалившийся трактор. Вытащили на берег, также вытащили с Яра и адаптировали в поселок. На поиски шести сельчан, заблудившихся в Каратюбинском районе, ушло порядка 14 часов. 8 января текущего года жители поселка Тулен Каратюбинского района отправились на поиски пропавшего скота. И сами же заблудились. Усугубил ситуацию разыгравшийся в степи снежный буран. Несмотря на непогоду, одному из путников удалось добраться до жилого пункта и сообщить о чрезвычайной ситуации. В результате оперативного реагирования отряда спасателей людей нашли. К счастью, серьезных обморожений у них обнаружено не было. По сообщению сотрудников ЧС, на поиски скота 8 января текущего года отправилось шесть человек. Несмотря на то, что путники двигались на автомобиле УАЗ, противостоять погодным условиям не удалось. Спасти людей из снежного заноса не получилось и при помощи местной техники. Пришлось подключать спасателей. Нашли их на следующий день. 9 января поиски закончились. Собместными усилиями местных исполнительных органов и спасателей люди доставлены на населенный пункт. Поиск затруднило отсутствие связи. Найти заблудившихся удалось по световому сигналу, который они подали с помощью машины. Они передвигались в степи на транспортном средстве, тракторах и УАЗиках. Поэтому собака в этом случае, кинологические расчеты у нас не работали. Мы их искали визуально на спецтехнике высокой проходимости КАМАЗ и Трикол. Это вездеход-болотоход. С нами также участвовали в поисковых операциях участковые данного населенного пункта и Аким сельского округа. Сотрудники департамента ЧАЭС предупреждают в случае подобных ситуаций не поддаваться панике. Если метель, буран застали вас в дороге, на автомобиле необходимо остановиться. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо. Не гоняйте печь беспрерывно. При угрозе засыпания машины снежной массы периодически приоткрывайте одну из дверей. Отодвигайте и раздвигайте сугроб, чтобы не замуровало вас внутри. Также сотрудники ЧАЭС напоминают о том, что на дорогах республиканского и областного значения расположено 25 обогревочных пунктов. Марина Горбук, Дорин Досимбиев, Александр Грабурев, ТДК-42. В выходные в Уральске произошла крупная авария на электросетях. Об этом заявили городские энергетики. По их информации были обесточены несколько районов областного центра. Сотрудникам городского филиала «Западоказахстанская электросетевая компания» пришлось задействовать резервные электролинии. Сейчас авария устранена. Были аварийные отключения. Это у нас подстанция «Восточная», значит, микрорайоны «Строитель», четвертый микрорайон. Потом район улиц Ульяна Грома, улица Производственная. Были аварийные отключения. Также район автопарка, станция «Москвичи», «Римзавод» тоже были отключения. Но все эти отключения никак не связаны с гололедом. У нас все были отключения, в основном вывели кабельные линии 10 кВт. В системе 10 кВт были аварийные отключения. Постоянная смена температуры воздуха и осадки создает массу проблем. Из-за гололеда на пешеходном мосту железнодорожного вокзала образуется наледь. Подскользнуться и упасть на мосту здесь проще простого. Наши корреспонденты выясняли, кто в ответе за уборку снега на мосту. Пешеходный мост создан для безопасного перехода людей в целях недопущения их гибели между путями. Но порой опасность исходит от самого моста. Каждое утро и вечером я хожу на работу во второе рабочее. И после осадков здесь частенько бывает гололед. И случается, что подскальзываюсь. И никто не принимает меры. Не убирается и не посыпает песком. Пешеходный мост находится в собственности уральской дистанции путей филиала акционерного общества «Национальная компания Казахстан-Тимиржолы». Мы отвечаем за безопасность на всех путях, включая пешеходный мост. Мы следим за ним каждый день и еще ни разу к нам не обращались жильцы города. Я хочу заверить, что с нашей стороны мы проделаем всю работу для безопасности населения. Также ситуацию прокомментировал мастер, который объяснил, что входит в работу дежурных групп и как они убирают мост от снега. У меня в бригаде 11 человек под моим начальством. Ежедневно тут отправляют два человека. Одного старшопного работника и к нему бывает, ну в разной паре меняется, а по одного человека еще в помощь дают. Итого два человека все время на мосту очистки. Очищают два раза в день. По утрам и после обеда где-то около двух-трех часов подходят. Потому что в течение дня бывает натаскиваете, снег рыхлый ногами и повторно приходят очищать. На выходные на праздник точно так же. Графиком у нас оформляется график. Все рабочики ознакомляются с ним. И также по графику идет очистка моста полностью. Хочется надеяться, что работники будут ответственно относиться к своим обязанностям. И предупреждать возможные несчастные случаи заранее. Рустам Ашарипов, Мохамбет Консултанов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. С начала зимнего периода из областного центра вывезено 35 тысяч кубометров снега. Это составляет порядка трех тысяч машин. Люди и техника дорожно-эксплуатационного предприятия работают круглосуточно. Ежедневно на очистку уральских улиц выходит более 60 единиц техники и 250 рабочих. Работать им приходится в две смены. Снег нужно не только убрать, но и вывести за пределы города. В основном на карьер осан. Для борьбы с гололедом коммунальщики используют песчано-соляную смесь. Задействованы у нас в настоящее время КАМАЗы, работают 20-25 единиц. Значит, зилы 12 единиц. Также собственная техника, какая у нас есть, сейчас задействована на вывозке снега. Значит, работают луноходы круглые сутки, две смены, день и ночь. А также работают китайские погрузчики от 4 до 5 ежедневно. Ну, смену можно сказать. Так же, как и на погрузке, так же они и заодно кучкают снег. С начала января в Уральске выпала почти месячная норма осадков. Снега так много, что для его уборки коммунальщики привлекают арендованную технику из других предприятий. В первую очередь мы очищаем от снега путепроводы площади и скверы. Только за три последних дня мы вывезли за пределы города 6800 кубометров снега. Дорожники отмечают, что полностью они смогут очистить город только к концу недели, если погода не преподнесет очередной снеговой сюрприз. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Жители с улицы Абдирова не могут пользоваться общественным транспортом. Из-за сильных сугробов водители 43-го автобусного маршрута перестали доезжать до конечной остановки. Людям приходится ходить пешком. Это улица Абдирова, бывшая огородная. Она расположена в районе мясокомбината. Трудности для водителей пассажирских автобусов стали возникать с начала обильных снегопадов. Транспорт не предназначен для езды по сугробам, а спецтехника не всегда успевает очистить дорогу. Мы не можем доехать до конечной остановки. Здесь трудно проехать даже осенью. А зимой еще хуже. Улица и без того узкая, а после снегопада вообще не проедешь. Развернуться нет места. Люди говорят, что из-за сугробов они не могут попасть на работу. Приходится пешком идти до другой остановки. Снегу кругом полно по обоим сторонам. Дорога узкая, дети идут в школу, могут споскользнуться под колесом оказаться. Правильно? Снег не чистят, снег не вывозят. Что еще можно сказать? Автобусникам там ямы, они не засыпаны, им разворачиваться негде. Они разворачиваются около наших домов. Нельзя попасть на работу. Во-первых, мы выходим утром рано в 7 часов, автобусов нет ни одного. Идти до остановки на двойку тоже далеко идти. Ездим и в центр, работаем в центре все. Поэтому, что отсюда не уедешь, бежать на двойку, опаздываем на работу. Вот и в чем наши трудности. Не хотят ребята есть, мы их понимаем, конечно. Он застрял, у него время свое он тянет, он наше время как бы забирает. И получаются вот такие вот неудобства для жителей вот нашей небольшой улицы. В дорожно-эксплуатационном предприятии отмечают, что в первую очередь очищают дороги, по которым ездят пассажирские автобусы. Но обильный снегопад создал определенные трудности. Заторов таких не было, автобусы не останавливались, потому что, ну, в первую очередь маршруты мы расчищаем. И также вот к школьным заведениям, детским садам тоже было, потому что каникулы были, детишкам в школу идти, мы старались везде, чтобы были подъезды. Стоит отметить, что очистить сразу все улицы от снега проблематично. Поэтому после главных магистралей областного центра очередь дойдет и до второстепенных дорог. Так во всяком случае пообещали дорожники. Роман Копняев, Айбулат ЖГПАР, Александр Грабарев, ТДК-42. В воинской части 55-17 состоялась торжественная церемония принятия присяги новобранцами зимнего призыва. Поздравить солдат с важным событием в жизни приехали их родные. Равнодушных не было. У всех глаза просто светились гордостью за своих братьев и сыновей. Всего для принятия присяги прибыли 16 солдат. Все они из разных регионов Казахстана. Впереди тех парней ждут изнуряющие строевые занятия, марш-броски и учебные тревоги. Также благодарности командиров, полученные за достижения в боевой подготовке и весточке из дома. С момента принятия присяги вчерашние призывники сделали важнейший шаг во взрослую жизнь. Шаг навстречу мужеству. Граждане из республики Казахстан, Хабида Резвег Муратович, вступая в ряды вооруженных сил, принимая присягу и торжественно клядышу, допустим дыхание быть преданным народу Казахстана и его законного избранного президента. Из запрошенных нами рядовых выяснилось, что все они добровольно пришли служить Отечеству. Принудительно здесь никого не держат. Также в этот день отличившиеся военнослужащие им были поощрены. Сегодня все наиболее отличившиеся военнослужащие, которые показали отличные результаты службы и учебы, поощряются правами главнокомандующего, командующего регионального командования БАТОСа, а также командования части. Сегодня я тоже, как и все остальные, был поощренно, получил грамоту. Надеюсь, в дальнейшем будем тоже показывать отличные результаты. Принятие присяги – это важный и ответственный момент в жизни каждого солдата. Родные и близкие новобранцев очень ими гордятся. Я сам приехал с Кокшетау. Здесь служит мой сын. Мы все за него очень рады. Желаю всем солдатам, чтобы они с честью и достоинством несли свою службу в армии. Солдаты уверены, что отдать воинский долг Родине должен каждый. Будем надеяться, что они сделают это с честью и достоинством, и уже в скором времени вернутся к своим родным и близким. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В ближайшие четыре года в Западно-Казахстанской области будут приватизированы 15 объектов. В их число войдут такие организации коммунальной собственности, как дорожно-эксплуатационное предприятие, областной центр формирования здорового образа жизни, «Оралтаза-сервис», футбольный клуб «Акжаик», ТО «Горлифт городского Акимата», «Жаик-Жарыхы» и другие. Список объектов, выставляемых на продажу в текущем году, сегодня формируется Акиматом области. Средства, полученные от продажи данных объектов, идут в соответствующий бюджет. Если, допустим, этот объект районный, то это в районный бюджет, если городской, то в городской, то если областной, то в областной бюджет. Уральский фокусник Руслан Иванченков попал в Книгу рекордов Гиннеса. Такого права он удостоился благодаря тому, что на чемпионате мира среди иллюзионистов на протяжении пяти часов без остановки удивлял всех зрителей и жюри своими фокусами. Чемпионат мира среди иллюзионистов проходил в 2015 году в Италии, рассказывает Руслан. В нем принимало участие порядка пяти тысяч фокусников со всего мира. От Казахстана было представлено всего четыре. Победить Руслану не удалось, зато он попал в Книгу рекордов Гиннеса. В Книге рекордов Гиннеса я оказался, так скажем, волей и судьбой. В воле судьбы я, получается, там устанавливался один мировой рекорд, который в самом большом количестве фокусников в шоу. После этого рекорда я подошел к организаторам и сказал, ребята, я могу показывать фокус на протяжении пяти часов. Вам интересно? Мне сказали, интересно. И так получилось. Фокусами молодой иллюзионист занимается на протяжении пяти лет. Пришел он к этому случайно, когда увидел их в интернете. Попробовал показать сначала родителям, затем друзьям, а потом и представил свои фокусы широкой публике в одном из развлекательных центров города, что очень понравилось людям. 28. Возьмите, скажите, как вы относитесь к карте? Пять, бубя. Нормально. Чемпионаты мира среди фокусников проходят каждые три года. Примет ли Руслан вновь в них участие, иллюзионист пока затрудняется ответить. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте www.tdk42.kz Всего вам доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Промот» и «Купер». Торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр». «Промот» и «Купер». «Промот» и «Купер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова